Добрый день, дорогие друзья! Мы много раз говорили о лечении косоглазия, о ликвидации двоения, диплопии. Это бич. Бич. У взрослых очень часто ни с того ни с сего высекает двоение. Мы смотрим, первое, конечно, это обследование МРТ, что там проблема в мозгу и так далее, но первое, что нужно, избавить человека от дискомфорта, иначе он вынужден вот так ходить, как Адмирал Нельсон, как Миша Кутузов. Поэтому в данном случае, конечно, необходимо, прежде всего, ликвидировать двоение. Для этого существуют оптические приемы. То есть, прежде всего, это призма Френеля, чаще всего. Это тонкая призма, выпускается американцами, немцами, разной силой, 5, 7, 10, 15, 20, 25, 30, и американцы даже 35 призм Диатрии. Вот эта пленочка. Она вырезается и клеится на очки. Наклеили, и двоение прошло. Причина не установок, пока не ликвидирована. Но самое важное, чтобы вы ликвидировали этот дискомфорт. Человек может уже на двумя глазами смотреть. Вопрос, мы знаем, нет, не знаем. Поэтому еще раз подчеркиваю, на страницах сайта подробнейшим образом я описываю, как это делается, принимая во внимание методики, которые не я создал, а прежде всего знаменитые ученые Института Гельгольца, Юрий Захачев-Розенблюм, известнейший в мире оптометрист, Эдуард Сергеевич Аветисов. Это прежде всего мои учителя. Юрий Александрович Бутекин, Альфред Петрович Цамирян, это мой учитель, я горжусь этим, он живет в Москве. Он учил нас, мы собирались со всего Советского Союза на курсы по обучению в Москве, всем видам призматической коррекции, откуда я узнал это все. Поэтому я горжусь, что у меня такой учитель в Москве. Да, и благодарю. Вообще всегда надо быть благодарным своим учителям. Учитель – это человек планеты. Два человека после Бога. Это врач и учитель. Ну, в данном случае мы сейчас говорим о призматической коррекции и откуда я получил все эти знания, прежде всего. Это много лет тому назад. Так вот, в нашем центре мы являемся, в наше направление – это грамотнейшее направление – коррекция при лечении косоглазия. Понятия не имеют, подавляющий процент врачей, что это. Начинать надо обязательно с призм. У нас грамотнейшая врач, одна из грамотнейших в СНГ, и не только в СНГ, а в Европе. Это Светлана Ленина-Широкова, наш ведущий врач, который в нашем центре работает, наша гордость, прекрасно все делает. Назначение призматической коррекции и подбор призматической коррекции. И мы создали курсы впервые в Европе по обучению. Для этого в лесу был создан специально мною модель, как подбирать призмы. Например, например, находится глаз у нас, к примеру, находится вот здесь. Подводим вот сюда призмочку, видите, да? Носик призмочки смотрит на глаз. Он здесь находится. А действие его вот здесь. Это первый квадрат, это третий квадрат. Как объяснить это стране? Поэтому мы создали вот эту модель для обучения для всех врачей. И на своих курсах, на своих циклах обучения я все это показываю. И мы со Светланой Леонидовной учим докторов, как надо делать. Поэтому, когда определена сила призмы, эта призмочка еще подчетливая, клеится на очки, и вот в таком виде, вот она, с жестоклеенными призмочками, пациент четко четко выполняет первую функцию. Он, благодаря призмам, обеспечивает прохождение кошки через прямой глаз и косящий в мозг, что является самым главным. Поэтому лечение косоглазия должно начинаться исключительно с применением призматической коррекции. Что не знают врачи практически нигде. Хотя американцы, немцы давно изготавливают эти призмы, и мы широко используем. Вот, пожалуйста, очередная партия, которую получила Светана Ленидена. Призма, немецкая призма. Вот она. Открываем. Вот она сама, эта призма. Друзья мои, учиться надо применять силовые технологии. Благодарю за внимание.